Добро пожаловать Добро пожаловать В клуб Квин Дэкин Сюда, садитесь, пожалуйста Привет И вам Налить вам чего-нибудь? То же, что ему Как скажете А табачку у вас не найдётся? У меня есть Угощайтесь Спасибо, я ваш должник Что ж Раз вы оба уже здесь Позвольте задать вопрос Вы помните, что было до того, как вы попали сюда? Кажется, вчера я пошёл к своей девушке после работы Но дальше ничего не помню Достаточно Спасибо за ответ А вы помните? Если так подумать Я, как обычно, сидел на веранде и пил пиво А дальше и не помню ничего Заснул, наверное Благодарю вас Что ж Теперь Позвольте мне объяснить, что вас ждёт Во-первых Спрашивать, где мы, бессмысленно Я не отвечу Во-вторых Сейчас вам двоим предстоит сыграть в игру Игру? В-третьих Что это будет за игра, решит рулетка Рулетка? Так, постойте, ребята Ой! Эта кнопка её запустит Какая это, к чёрту, рулетка? В-четвёртых Ставкой в игре будет ваша жизнь Эй, не, постойте С какой радостью нам это делать? Скажи, дед В-пятых Пока игра не окончена Вы не сможете уйти отсюда Как бы не так Послушайте Что, правда не выйти? Да какого чёрта? Где телефон? Что тут происходит? А что будет с проигравшим? Кроме ставка в игре жизнь, мне сказать нечего Я победитель? Нет, не могу ответить Только И победители проигравшей покинут клуб А если мы откажемся играть? Очень вам этого не советую Взгляните, прошу вас Это что, трупы? Кто вы такие? В-шестых На принятие решения вам даётся только один час Рулетка запущена Дед, ты что, решаешь за нас обоих? Ты же сам видел Выбраться отсюда мы не можем Иного выхода нет, кроме как принять их правила Вам выпала игра в бильярд Это ещё что? Вам предстоит играть в восьмёрку Только На шарах не будет обычных цифр Каждая пара шаров соответствует одному органу вашего тела Гадость какая! Какие бы части тела не попали в ломку Даже если это будет сердце Игрок останется в живых И он по-прежнему сможет забивать шары оппонента Выигрывает тот, кто забьёт восьмёрку Это правило игры Кто из вас готов разбить? Я готов! Забыл сказать одну вещь Рисунок на этом шаре отражает ваш пульс и давление Он связан с вашим сердцем Это просто сделано, чтобы игра была более интересной Итак, мы начинаем игру Смертельный бильярд Еще с института я каждый вечер ходил в бильярдную Одна девушка играла просто божественно И чтобы ей понравиться Я много тренировался Понятно Но недавно мы с ней немного поругались После игры пойду извиняться Так что не обижайся Без поддавков Утожайся Moyен- Вот это удар! Дед, ты раньше играл? Да, тысячу лет назад. Мои глаза. Что это? Мои шары. Он выигрывает. Всего два осталось. Любишь овощи в рисовой муке? Моя старуха их изумительно готовит. А с пивом или с виски они просто бесподобны. Я твёрдо решил, что не умру, не скушавши несколько напоследок. Намёк понял? Как ты сам сказал. Без поддавков. Нет! Стой! Не надо! Не надо! Прекрати! Какие бы части тела не попали в лунгу, даже если это будет сердце, игрок останется в живых. Никому нельзя верить. Так уж устроены люди. Все думают только о себе. Только наивные люди верят. Красивые слова прикрывают гнилое нутро. Обманывают, чтобы выжить. Рисунок на этом шаре отражает ваш пульс и давление. Он связан с вашим сердцем. Что, если это так и есть? Я чувствовал боль в том органе, который он забивал. Хотя нет. Когда я забивал, дед не реагировал. Одно я знаю точно. Если я сейчас промахнусь, он забьет два последних шара. Что же делать? Проще забить рот или глаза. Но у меня остались только мозг и сердце. Я должен попробовать. Если шары и органы связаны, деду конец. Иначе нельзя. Иначе мне не выжить. Надо сосредоточиться. Главное, это построить траекторию в уме. Шар сам собой пройдет по ней. Мне придется бить с этого угла. Шар оттолкнется. И прямо в лузу. Да как так? Не верю. Проклятье! Что же я наделал? Я ему подыграл. Отлично. Не забивай! Мне всего 30. Я хочу жить. Не надо! Я же... Они же не говорили, что проигравший умрет. Точно! Слушай ты! Скажи уже, наконец! Что будет с проигравшим? Он умрет? Вы подвесите его в той комнате? Только... Ставка в этой игре ваша жизнь. Это все, что я могу сказать. Прошу прощения. Издеваешься? Это же не честно! Ты же видишь, дед играет куда лучше меня! Как я могу выиграть? Ты же сам это видишь! Дед! Дед! Ну что ты молчишь? Скажи ему! Какой смысл играть? Скажи ему! Чтобы выжить, не обязательно быть честным. Разве вы сами прежде об этом не думали? Простите! Ну вот и все! Меня убьют! Они меня убьют! Не надо! Я не magnuten! Я уменю! Скажи! 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 Я исчезаю! КОНЕЦ 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 ЧЁРТ! КОНЕЦ 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 Дед, ты чего? Эй, очнись! Не может быть! КОНЕЦ Он умер! Я его убил! Я стал убийцей! Нет! БОЛЬШЕ НЕ МОГУ! Нет! Дед умер! Что теперь будет? Игра ещё не закончена! Победит тот, кто забьёт восьмёрку! Я назвал все правила вначале! И я не говорил, что вам запрещено драться! Так что вы ничего не нарушили! Не нарушил? Я его убил! Вы что, не видели? Я убил человека! Но восьмёрка не забита! ЗАТКНИСЬ! Я не виноват! Выхода не было! Мы знали! Мы оба знали, что проигравший погибнет! А кто не хочет умереть, тот должен убивать! Мы одинаковы! ЗАТКНИСЬ! 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 Я! НЕ ВИНОВАТ! ЗАТКНИСЬ! ЗАТКНИСЬ! я признаю вас победителем в игре и так поскольку игра окончена прошу вас обоих подойти спасибо отойди сколько лет я уж и забыл когда последний раз играл в бильярд а пока ты бил меня я кое-что вспомнил все последние годы я был прикован к постели как же было здорово вновь почувствовать азарт игры спасибо что это я умер как правило когда люди умирают они отправляются в рай или в ад впрочем всегда бывают исключения умершие одновременно попадают сюда один из них идет в рай второго ждет ад и я решаю кого для того чтобы решить я заставил вас играть прошу прощения что не сказал сразу и что решил да да ну не верю что ты решил кто из нас куда идет этого я не могу сказать издеваешься сволочь да ты самого начала решил что именно меня в ад отправить нет вы ошибаетесь когда вы вошли вы были абсолютно равны в вашу судьбу решала игра на бильярде да будь это обычная игра старик непременно бы выиграл тогда какой был в ней смысл но выиграли вы вы изменили свою судьбу сейчас пройдите на лифт он отвезет вас туда где ваше место нет не хочу не надо только не в ад отпустите 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 сволочи лжец ты лжец ты соврал ты говоришь мы были абсолютно равны что за ерунда ты даже напоследок мне врешь я ведь знаю что я умер не стыдно врать умирающему ты просто играешься с людьми у нас все отличается время место родители с самого рождения люди перестают быть равными я знаю с тобой без толку говорить мы жили среди людей общество сделало нас такими какие мы есть это оно в конце концов привело нас в эту комнату кто решил что мы равны только потому что сюда попали кто кто там решил ты что ли ты же не жил никогда кто дал тебе право судить живых людей вы правы я никогда не был живым но все же я прекрасно понимаю о чем вы говорите вы устали пора отдохнуть желаю вам счастливого пути ну и Субтитры сделал DimaTorzok Да, он пытался доказать, что был живым Живым? Доказать? Сыграй со мной в бильярд Зачем? Мне кажется, я что-то пойму Сейчас не время для игры Новые клиенты уже на подходе Встреть их, пожалуйста Ладно, иду Слушай, а что старик сказал тебе напоследок? Это секрет И кто из них куда попал? А ты как думаешь? Знала бы, не спрашивала бы Это тоже секрет Какой же ты зануда Добро пожаловать Сюда, пожалуйста Перевод за вхоз Текст читали Миксы камина Тайминг и техническая поддержка Бионикл Добро пожаловать В клуб Квиндеким Тайминг и техническая поддержка Бионикл